Здравствуйте! В эфире Де Факто и коротко о главных темах выпуска. Контрафакт почти на 2 миллиона. Правоохранители пресекли попытку ввоза в Беларусь опасного алкоголя. В ГАИ усиливают контроль за наличием гостях осмотра. Инспекторы не дают поблажек. И родился в рубашке. Подробности операции по спасению автомобилиста в Житковичском районе. 7 декабря на автодороге Гомель-Хутор в районе моста через реку Сож были остановлены легковые автомобили марок Ауди и Опель, в салоне и в багажнике которых находились пластиковые емкости по 10 литров каждая со спиртом производства Российской Федерации. Установлено, что задержанные – неработающие жители города Добруша 1978 года рождения и 1966 года рождения. Мужчины перевозили спирт общим количеством 880 литров стоимостью 1760 динаминированных рублей. Тары с жидкостью изъяты. В настоящее время правоохранителями проводится проверка. С начала текущего года сотрудниками подразделения органов внутренних дел Гомельщины пресечено свыше 200 фактов незаконной транспортировки, хранения или реализации алкогольных напитков и спиртосодержащей жидкости. Из незаконного оборота изъято 46 тысяч литров указанной продукции, из которой около 20 тысяч литров является контрафактной. В данном случае нарушителям грозит ответственность в виде штрафа до 100 базовых величин с конфискацией спиртосодержащей жидкости. Изъятый груз направили на лабораторное исследование. Правоохранительная практика показывает, что в 90% случаев такой спирт не соответствует пищевым нормам. В Гомельском районе нарушители границы нашли в сарае у нежилого дома. 9 декабря во втором часу ночи на контрольно-следовой полосе сработал прибор «Кристалл». Пограничники пошли по дорожке следов, ведущих в поселок Холмы. При подворном обходе совместно с сотрудниками милиции в сарае одного из нежилых домов задержали нарушителя. Как оказалось, из-за проблем с законом 30-летнему жителю Винницкой области ограничили въезд в Беларусь. За нарушение границы нарушителя привлекли к административной ответственности и депортировали с запретом въезда на 5 лет. В Гомельской области за несколько недель спецмероприятия к ответственности из-за отсутствия гостехосмотра привлечено почти 2000 водителей. Это каждый четвертый из тех, кто проходил проверку. По ее результатам составлено 50 административных протоколов в отношении должностных лиц, допустивших к участию в дорожном движении автомобили без техосмотра. По словам сотрудников госавтоинспекции, обычно нарушителей можно обнаружить и без проверки документов. Их автомобили имеют не лучший внешний вид и явные признаки неисправности. Сами автомобилисты признаются, что главная причина, по которой они не проходят технический осмотр – отсутствие средств. Однако это не является основанием для их участия в дорожном движении. Техническая неисправность автомобиля может привести к трагическому исходу. Госавтоинспекция напоминает, что за эксплуатацию дорожного движения, транспортного средства, которое не прошло гостехосмотра, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения либо штрафа от 1 до 3 базовой величины. За такое же нарушение, совершенное в повторном течение года, штраф от 2 до 5 базовых величин. Должностных лиц ожидает штраф в размере от 2 до 6 базовых величин. Сотрудники освод призывают рыбаков, несмотря на мороз, не выходить на лед. Он все еще недостаточно прочный. На минувших выходных на водоемах региона погибли 2 человека. Один из несчастных случаев произошел в Чечерском районе. Вечером после рыбалки мужчина попытался перейти на другой берег реки Сож, при этом не имея с собой никаких спасательных средств. Он провалился под лед, и его тело нашли только утром следующего дня. Второй случай зарегистрирован в Мозырском районе. Трое рыбаков на водоеме заметили мужчину, провалившегося под лед. Они пытались вытащить его с помощью различных предметов, однако зацепиться за них рыбак не смог. Прибывшие на место специалисты извлекли мужчину из воды и констатировали смерть. На лед, в том числе и минувшие выходные, выходили тысячи рыбаков, пренебрегая своей безопасностью, своей жизнью, своим здоровьем. Подавляющее большинство не имеет по-прежнему спасательных средств, надеясь на то, что их опыт нахождения на льду поможет им избежать трагедии. Однако, к сожалению, так бывает не всегда. За минувшие выходные всего по республике на водоемах погибло 11 человек. Беларусь – одна из немногих стран бывшего СССР, в которой еще сохранилась народная милиция. Именно так иногда называют себя дружинники – добровольные помощники, желанные коллеги во всех РОВД области. Они же выполняют и еще одну важную функцию – это своего рода общественная совесть. Иногда в таких вот простых трудях нарушитель послушает быстрее, чем человека в форме. Они же свои из народа. Когда 10 лет назад создавались эти структуры, многие скептически улыбались. Мол, очередная показуха. Но жизнь показала обратное и доказала действенность народных дружин. О том, что работа поставлена, становится ясно после пяти часов вечера. К оперативно-дежурной службе Гомельского ОВД на транспорте, которая находится в старом здании железнодорожного вокзала. Подтягиваются люди постарше и молодежь. Ждут распоряжения командира для построения на развод и постановки задач. Предварительно дружинников отмечают табели выхода на маршрут и раздают повязки. А инструктаж уже проводят либо ответственный в этот день по отделу внутренних дел, либо инспектор дежурной оперативно-дежурной службы. Ориентировки по розыску преступников, демонстрация фотографий разыскиваемых фотороботов, предполагаемых преступников. Общая обстановка по крупнейшему транспортному узлу на сегодняшний вечер. Схема работы четко отлажена. Ежедневно на маршруты выходит шесть человек. И хоть есть график, многие просятся выходить почаще. Есть для этого и значимый стимул. Добровольные помощники – желанные коллеги во всех райотделах области, приносящие реальную пользу всем. Они участвуют кроме обычного патрулирования под началом милиционеров и в различных профилактических акциях и мероприятиях. Главный их стимул – это не материальное благо, а проявление гражданской позиции. Ведь они осознают, что такая помощь важна и полезна. А самое главное – приносит результаты. Помощью добровольных помощников активно пользуются и контролеры-ревизоры. Ребята с повязками дружинников действуют на безбилетников дисциплинирующие. Но для наведения порядка в поездах осуществляют их сопровождение по пути следования. Только в этом году сопроводили без малого 100 составов. Всего же в этом году задержано около 300 правонарушителей. Большая часть из них – за пьянство. Добровольная дружина под руководством Сергея Кузнецова в 2014 году была признана лучшей в стране среди подобных на белорусской железной дороге. Вполне заслуженная оценка за проделанную работу. Четыре часа длилась аварийно-спасательная операция по высвобождению из железного плена водителя большегрузного автомобиля, попавшего в ДТП в Житковическом районе. Операция прошла успешно. Водитель в удовлетворительном состоянии доставлен в больницу. В минувшую пятницу около 22.00 в Центр оперативного управления житковических спасателей от проезжавших водителей поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле деревни Лагващи на 305-м километре автодороги границы Российской Федерации «Гомель-Кобрин». На место аварии были также вызваны сотрудники госавтоинспекции и скорой помощи. 53-летний водитель, житель республики Азербайджан, управлял автомобилем «ДАВ», отвлекся от управления, съехал влево по ходу движения «Кувет», где врезался в дерево. Водитель был пристегнут ремнем безопасности. На автомобиле были установлены шины по сезону. Автомобиль отбросило в лесополосу, где он дважды ударился о деревья. Крышу кабины автофургона смяло вплоть до приборной панели. Водитель оказался зажат внутри салона. У него не было шансов на то, чтобы выбраться самостоятельно. Аварийно-спасательная операция осложнялась тем, что водитель грузового автомобиля был зажат в трех местах. Была зажата между панелью голова, руки и ноги были зажаты в нижней части машины. Поэтому спасателям пришлось использовать различное пожарное оборудование. Это и гидравлический драмкрат, кусачки. Но, несмотря на это, после извлечения водитель самостоятельно смог выбраться из салона автомобиля. Все четыре часа, в течение которых проходила операция по деблокировке, водитель находился в сознании и в крайне неудобной позе. Медики удивились, когда осмотрели пациента. У него не было обнаружено никаких переломов и серьезных травм. Однако для более тщательного обследования водитель был помещен под наблюдение в районную больницу. На момент аварии автолюбитель был трезв. Точные причины и обстоятельства ДТП выясняются. Это далеко не единственный случай, зафиксированный в области за последнее время. С ухудшением дорожной обстановки, вызванной понижением температуры и выпадением обильных осадков в виде снега, число ДТП выросло в разы. В снежную погоду и гололёдицу лучше воздержаться от управления транспортным средством. Водителям необходимо перестроиться на более безопасную манеру вождения. При движении водителя в условиях гололёда либо снегопада водителю необходимо соблюдать скоростной режим, необходимо соблюдать дистанцию до впереди идущего транспортного средства, а также избегать резких приёмов по управлению транспортных средств, которые выразились бы в резком повороте рулевого колеса, резком разгоне либо торможении. Прибегло к крайней мере, совершив тяжкое преступление. Гомельским городским отделом Следственного комитета закончено расследование уголовного дела в отношении жительницы железнодорожного района города Гомеля по факту убийства своего сожителя. Такую жизнь, состоявшую из сплошных ссор, издевательств и рукоприкладства, со стороны сожителя 57-летняя гомельчанка терпеть больше не могла. Под воздействием алкоголя в один из дней во время совместного застолья пенсионерка вонзила нож некогда возлюбленного. В ходе распяти спиртных напитков оскорблял её, унижал и в том числе существовал за счёт её пенсии. Нигде не работал и вследствие чего у неё накопилась какая-то обида, наверное, и она решила его убить. В ходе следствия установлено, что умерший в 2004 году был осужден по статье 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь причине тяжкого телесного повреждения женщине, которая нанесла ему в последующем удар, в результате чего он скончался. До приезда следственно-оперативной группы тело убитого лежало на полу. Повсюду была кровь. На месте происшествия было обнаружено орудие преступления – кухонный нож. Женщина нанесла им всего один удар в область ключицы, но он оказался роковым. Удар ножом пришёлся в область левой ключицы, в надключичную область. Вроде бы в этой области не располагаются жизненно важные органы, однако здесь проходит крупная артерия, подключичная артерия. В данном случае она была повреждена, и человек погиб от массивной кровопотери. Дело направлено в суд. Максимальное наказание по статье 139, часть 1. Умышленное противоправное лишение жизни другого человека, убийство, лишение свободы на срок до 15 лет. На сегодня всё. Вы смотрели «Де-факто». В студии был Руслан Габрилёв. Берегите себя и близких. До встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова